Земли общего пользования? А чего не выкошили? Мэр Череповца сегодня проехал по индустриальной части города с ревизией в ответ на жалобы жителей. Это парковая 10. Собственники разделились на два враждующих лагеря из-за парковки. Автовладельцы по собственной инициативе без разрешения собственников засыпали шлаком участок газона. Тем самым ущемили интересы остальных жильцов, особенно маленьких. Их фактически лишили детской площадки. Мы должны выйти из состояния конфликта, вернее жильцы этого дома. Конфликт у них есть. А второе – решить проблему организации парковок. Здесь на самом деле проезжая часть очень узкая. Я понимаю, на этом доме есть инициативная группа. Ну, свяжемся с ней, раз такой сигнал поступил. Если появится желающая инициировать собрание, значит, по поводу переустройства двора, то проведем, наверное, вместе с ними такое собрание. Тут же и благодарны жильцы за оказанное внимание к их просьбе. Ну, ваше обращение разобрали. Спасибо. Спасибо, спасибо. Участок набережной Шексны от пристани до Ломоносовского пляжа. О благоустройстве и речи не идет. Неравнодушная череповчанка сама пришла к мэру с рядом предложением, как улучшить ситуацию. Эта территория обслуживается одним из дорожных предприятий города. Было дано поручение о приведении в порядок. То, что мы посмотрели, без благоустройства, без организации работ, ну, это вот некий минимум, который выполнен. То есть трава скошена, мусор убран частично, часть мусора осталась. Я уверен, что подрядчики свою работу выполнят в полном объеме. Порядок в этой части города наведут. Но вообще городу нужна набережная, где бы люди могли прогуливаться, посмотреть на замечательный вид на Шексну Череповецкую. И это будем делать. Новый объект – улица Пролетарская. В исторической части города предстали руины от сгоревших деревянных домов. Вопрос мэра – сколько потребуется времени, чтобы ликвидировать с улицы этот хлам? Здесь необходимо навести порядок. Степан, прокомментируйте как-то. У нас нет информации сейчас по собственникам. То есть выясним, у ФРС запросим информацию. И максимально посмотрим, какие меры мы можем в рамках закона сделать. Это все проинформировано. Давайте формулировки поменяем. Не максимально посмотрим, а в течение месяца навести полностью порядок. Найти собственников. Не только формы административного воздействия. Я имела в виду, что да, в соответствии с законодательством. Определить порядок, план. А вот и наглядный пример особой заботы людей об имидже своего города. Ковали мусор, вынесли. Ну вот люди считают, что они его пристроили. Это историческая часть города Череповца. Можно сказать, лицо города. Каждый череповчанин должен с любовью и уважением относиться к тому месту, где он проживает. Последняя остановка – колхозный рынок. Здесь у контролеров были претензии к условиям хранения мяса и помещению, где его разделывают. Да и жители неоднократно жаловались на качество продукта. Директор рынка отчитался, что уже удалось изменить. Стали здесь кондиционеры, чтобы температура соответствовала норму. Потому что для разрубки, для того, чтобы разрубать мясо. Но вот сейчас мы когда шли, Сергей Александрович, абсолютно правильно было подмечено, что на сегодняшний день в городе действительно нужно, чтобы люди получали качественные услуги. И я думаю, что в кратчайшее время будет разработано предложение и представление. Давайте уточним в кратчайшее время, сколько требуется для того, чтобы решить вопрос по установке колхозный рынок. Я думаю, что на месяц будет достаточно. Хорошо, тогда в течение июня камера будет установлена. Вы подтверждаете, да? Да, конечно. Пути решения проблем четырех горожан сегодня найдены. Все вопросы поставлены на контроль и определены сроки их исправления. Людмила Макарова, Игорь Лапшов, информагентство «Череповец».